Всем привет, дорогие друзья! Недавно мы приобрели автоклав Малиновка для домашних заготовок. В нашем случае автоклав Малиновка 3, 26 литров бак. Он представлен в разных литражах. Нам оптимальнее всего этот литраж, потому что в него вмещается 14 полулитровых банок, 3 литровые и 1 трехлитровая или. Все это или. Автоклав. Что это такое, для чего он предназначен? То есть в автоклаве готовятся продукты, стерилизуются продукты под давлением, обычно это 2 атмосферы и 120 градусов. Вся патогенная микрофлора в продуктах убивается. Ну и продукты при правильном хранении могут храниться не один год. Значит, почему наш выбор пал на автоклав Малиновка? Очень толстый такой металл. Да, он прям такой тяжелый. Значит, швы сделаны не в углу, не на стыках. Как было раньше. У многих они, мы читали когда в отзывах, первые вот эти вот версии, они у некоторых протекали или лопались со временем уже именно в швах, потому что швы находились в углах. Да, в этом автоклаве швы здесь на 2 см выше и здесь на 2 см выше краев. Ручки. Мы уже пробовали его, и уже нет такого сумбура по поводу автоклава в голове. Значит, ручки, они приварены и они не горячие. Даже когда автоклав достигает 120 градусов, сам бак, если прикоснуться, он горячий, а ручки, они остаются теплыми. Не холодными, конечно, не горячие, но теплые. Но за них можно взяться и подвинуться. Потом здесь специальное диффузное дно с выемкой. Видно? Да, да, да. Специально холодная штамповка. Только у автоклава Малиновка запатентованная специальная крышка, которая вставляется вовнутрь. Она имеет овальную форму, и она вставляется... Как, может быть, помните раньше старых скроварок? Таких вот было, да. То есть она вставляется... Хитрая крышка. Я у бабушки никогда не могла ее закрыть. Для меня это была загадка. Как это бабушка берет скроварку и закрывает? И вот потом только я уже поняла, и, блин, какая инженерная мысль. Вот ту вот железку с болтами поддерживает. Когда эта крышка, когда давление достигается двух атмосфер, эта крышка за счет давления, она сама поддерживается, и она никуда не улетит, и не нужно никаких дополнительных болтов. Ну и пока автоклав не набирает давление, есть специальный вот такой... Немножко... Неудобно еще. Да. Неудобно. Да, я не сделала. Вот такое удобное устройство. То есть пока автоклав не достиг своего давления внутреннего бака, вот это устройство, оно эту крышку держит. А потом давление изнутри держит крышку эту самостоятельно. И очень боялась, переживала первый раз, когда готовила в нем, что будет как в старых скроварках, что-то где-то дымить, пыхтеть, парить, шипеть. И вот эти вот истории, когда холодец из этого клапана струей в потолок, я так наслышана этих историй, колпак этот срывает, и бэээ... Нет, здесь никаких таких. Вообще бесшумно. У меня ноутбук работал намного шумнее, чем автоклав. Да, ни пшика, ни звука. Вот 120 градусов держалось минут 40, да, у нас? Да, 40 минут. И пока нагревалось, ни единого звука он не издал, ни пшиканье, ни бульканье, потому что мы сидели возле него, когда первый раз все-таки проверяли, мало ли что, бывает всякое. И прям удивительно даже, что он не издал никакого шепотка. Да. Ну, а потом есть сливной носик, вот я читала, что у модели 20 литров, вот этого сливного носика нету. А у нашего 26 этот носик сливной есть. Он предназначен, чтобы потом не тягать этот автоклав полной водой, чтобы слить воду с него. Значит, дальше у него есть кассеты. Кассеты, куда выставляются банки. Нижняя кассета, это штампованный лист стальной, также 4 миллиметра. А верхний, ну, средний и верхний, это облегченные листы, штампованные. Они уже вот с такими выемками, и они более легкие. Вот. Верхний с ручкой. Нет, нет. То есть, наоборот, верхний был не видно, вот этот вот. А тот второй-то показывала, нижний слой, он, ну, вниз ставится. Да. То есть, мы когда соберем, покажем, как это выглядит, как это загружается. И все очень удобно, все очень быстро, все очень просто. Я думала, что, может быть, стоит подороже заплатить и купить профессиональный автоклав, который, как он правильно называется, полностью автоматический. Я не помню, как он правильно называется, но на сайте Малиновка тоже такой есть. Он, конечно... Он на автоклав, наверное, лазил уже там на сайте. Может быть. Может быть. Я просто не помню. Я знаю, что там специальное такое электронное табло, все выставляется, температура, градусы, ну, там задается по параметрам, какой продукт мы готовим, и все. И как бы включаем, и забыли. Здесь, конечно, ну, водичку наливаем еще. Здесь, конечно, нужно следить. Нужно следить, когда набирает автоклав температуру и давление, потом выставить, подобрать, отрегулировать газ, или, да, там... Подходит также он для всех видов плит и газ, и электрическая индукционная плита. Вот, то есть, как бы, для всех плит можно. Вот, потом вы ставите температуру пониже, подбираете, чтобы держалось эти 120 градусов. Вот у меня в прошлый раз температура 40 минут автоклавирования держалась от 119 до 120 градусов. То есть, она туда-сюда прыгала, ну, вот, незначительные, какие-то там 2-3, вот эти вот полуградусы, как правильно назвать, да? Вот, потом еще этот автоклав, только этот автоклав от Малиновка, он может переделываться в самогонный аппарат. Вот сюда вот выставляется... Переходим к самому интересному. Вот сюда выставляется колонна, ее можно также приобрести на сайте, и, в принципе, все комплектующие для автоклавов, и крышки, и банки, и вот эти вот колонны для самогонного аппарата, все продается на сайте Малиновка, там все можно найти. Ссылку, где заказывали, предложим под роликом в описании, и также закрепим в первом комментарии. Ну, нам пока еще самогонаварения не нужно, поэтому пока мы... Это пока! Да, это пока! Пока мы не заказывали это. Еще в этом автоклаве есть... Ой, аварийный клапан! Да-да-да, кстати, вот аварийный клапан, для нас это было, ну, весомый такой аргумент, чтобы приобретать именно этот автоклав, потому что у него аварийный клапан давление 3 бара выдерживает. Ну, да, выдерживает. У других производителей, я смотрела таких популярных, у них только до полутора бар. Ну, то есть, все-таки, это весомый аргумент, два раза больше выдержит давление. Так, теперь мы переходим к продуктам. Значит, сегодня мы решили сделать тушенку в баночках маленьких. У нас сегодня полулитровые баночки. Ну, и очень нам понравилась гречка и с курицей, и со свининой. И наши мужья, так как... Еще не повторить. Нет, ну, они работающие, мы отдыхаем. Ну, летом отдыхаем. Но женщины всегда отдыхают, как бы, в кавычках. А они работают. И чтобы им, придя с работы, что-то вот быстренько покушать, они попросили нас приготовить вот эту тушеную гречку с курицей и со свининой. Значит, что нам понадобилось? Что мы взяли? Значит, сегодня мы закрываем 13 банок. Это у нас 7 банок тушенки будет из свинины. И 6 банок гречка с курицей и свининой. Значит, для... В этом автоклаве в комплект входит вот такая книжка. Здесь полное описание всех вообще технических характеристик, как собирать, как чего готовить. И также здесь идет книжка с рецептами. Вот. Все... По громовкам. Да, по громовкам. Здесь, значит, вначале написано, какой продукт по времени, в каком объеме, сколько стерилизуется. То есть здесь все написано. Поэтому свинину... Я уже сейчас просто не помню. Мы ее взяли, как положено, все заложили. Дальше мы берем гречку. Мы ее предварительно взвесили в сухой. На пол-литровую банку нужно 60 грамм гречки. Я вот отмерила. На все банки. Да, на все банки. Ну, на 6 банок взвесила и промыла ее. То есть сейчас я буду накладывать ложкой, потому что все-таки после промытой... Промытая гречка все-таки тяжелее, чем сухая. Дальше нам нужно будет морковка. Ее видно, да. И репчатый лук. Соль и немножко водички. Но водичку мы добавляем только в гречку. В тушенку мы добавляем только сон. А, и на дно каждой банки... И щепотку любви. Да. Ну, тут не щепотку, тут много любви. И на дно каждой банки положила по лавровому листочку, по кусочку, и по душистому перцу горошком. Это и в тушенку, и в гречку идет. Так, гречку разложила. Теперь раскладываю сюда лук. И морковку. В каждую я кладу. Да, если что, досолить можно. Да, да, да. И в тушенку также я кладу сверху. Чуть не полный у меня получается. Ну, если что, лучше досолим. И в тушенку также. Видно? Не видно у меня там. Все видно. Также в каждую банку тушенки я кладу по ложке соли. Сейчас надо соли еще... Ну, и все. И в гречку докладываю морковку. Вкладываю все на кассеты. И ставлю в фотоклав. Так, вот мы собрали. Сегодня у нас двухъярусная кассета. В нижнем ряду у нас получилось 7 банок. В верхнем 6 банок. Ну, мяса у нас не хватило на седьмую. А, покажи вот барашки. А, да, барашками закручиваем банки. Вот эти вот два яруса, чтобы, не дай бог, не сорвало к ней крышки. Прижимается оно. Не сильно, без фанатизма затягивается. И теперь я это все выставляю в автоклав загружаю. Все. Так, вот я кладу чайную ложку лимонной кислоты. Сейчас я долью сюда воду и ставлю на огонь. Водичку в автоклав мы налили. На 3,5 сантиметра выше мы даже померили. И сейчас мы будем закрывать это дело крышечкой. Вот, воткнула. Дальше здесь на баке есть вот полосочка-ризочка. И на крыше тоже есть такая же риска-полоска. Нужно сделать так, чтобы они совпали. Дальше мы подставляем вот этот держатель. Так. И закручиваем вентили. Не сильно туго. Потому что, когда автоклав наберет давление, он будет держать эту крышку изнутри давлением. Все. Сейчас мы вставляем термометр, который тоже идет в комплекте. Включаем такой электронный термометр. И, ну, сейчас лето жарко. Температура вон сразу набираться стала. И включаем газ. Самую большую комфорку на максимум. Все. Ждем теперь набора температуры 120 градусов. Потом выдерживаем, ну, банки у нас сегодня маленькие. Выдерживать будем 20 минут при температуре 120 градусов. И следим за давлением. Давление, ну, в прошлый раз у меня оно не повышалось больше, чем 2,2 атмосферы. Вот. Все легко и просто. Итак, наша температура дошла до отметки 119,8. Сейчас буквально секундой будет 120 градусов. И давление подходит уже к 2 атмосферам. Вот. Сейчас, ну, можно уже, не обязательно прям в ровно 120. Вот, 19,9. Можно уже убавлять газ на поменьше. И теперь мы держим наш автоклав 20 минут, удерживая температуру 120 градусов. Вот как раз 120 градусов. Ну что, продолжаем готовить в автоклаве. Очень нам понравилось. Даже мои девочки готовили без меня. Я была занята. Они уже сами орудовали. Им все отлично. Нравится. Наложили, купили, все сделали. Пожалуйста, сейчас будем делать дегустацию, пробовать. Очень, кто живет на даче, очень удобно. На лето мясо не накупишь. У многих даже там и холодильников много нет. Потому что мы же должны туда загрузить и ягоды, и овощи, и все-все-все. Поэтому очень удобно сделать тушенку. Она всегда должна быть, на крайний случай. Нет, а тем более, еще, знаешь, удобно. С огород пришел. Да. Язык на плечо. Да, готовить некогда. Раз-раз, быстренько открыл, макароны отварил, по-флотски сделал. Капусту сорвал, с картошкой выкопал. Банку запустил. Щи готовы. Щи, борщи и все. Все сыты и довольные. Так, открывай. Я не умею. Мастер-класс. Давай, мастер-класс. Опа, вот так. Еще надумнеть, видите, как раз. Было. Да. А ты зря такую эту дала. Она не глубокая. А, ну... Там как сразу запахла. Зачем мне вчера. Аромат. Прям вкусно пахнет. Красота. Делали тушенку мы из свинины. Говядина дурка. Щи, а смотри, как она развалилась вся. Да, очень. Все. Мои, мастер-класс. Все дегустировать давайте. Ммм, вкусно. Аператор, стою у камеры. Да, оператор, не дадим. Мы тебе прямо на рабочее место принесли. Ну, мне опять солновато немножко. Ну, для... Если так есть, то солновато. А если с макаронами, то самое то. Если будешь первая или что-то, а так, может, она не будет храниться. Мы все по рецепту. Да, надо же перемешать еще. Есть специальная книга, говорит... А, сверху соль? Да, Лера, сверху супер. Ага. Ну, давай, попробуем перемешать. Ну, а так она не будет. А в магазине ты покупаешь? Она тоже такая... Нет, мне кажется, в магазине она не такая соленая. Вот мне прям кусочек соли попался. Да, нужно перемешивать. О, блин, ну вкусная вообще. Очень. Ай, прям так развалилась. Слушай, прям... Как? Давай мне в ладошку. Как рыба консервированная, она такая. Но она у нас еще горячая, еще теплая. Мы ее только достали. Наложил 14 банок полулитровых. 13 у нас было. Но у нас было 13, неважно. 20 минут. И выключается, и стоит, остывает до утра. Не шипит, не парит. Мне очень понравилось. Все тихо, аккуратно и очень быстро. А потом еще воду сливаем. Пользуемся горячей. Еще плюс, у кого горячей воды нет, посуду помыть можно. Кран вот этот вот внизу. Мы к раковине подвигаем. И включаем. У нас есть горячая вода, но у нас такая экономия была. Да. Азарт уже пошел. Да. Да-да-да. В общем, очень вкусно, очень полезно, очень приятно. Главное, мы знаем, что мы сюда положили мясо, а не то, что нам какой-нибудь там кусок сои впарили в магазине. Или жир. Или жир, да. Бывает, открываешь, а там кусок или хряща, или жира. Да-да-да. В общем, сейчас тушенку покупать, это кота в мешке. Поэтому делайте свою, натуральную. Вот у нас автоклав Малиновка 3. Заказывайте, промокод будет под роликом. Не промокод, ссылка. Какой промокод? Да-да-да, ссылка, ссылка будет под роликом. Ссылка, ссылка. Где мы покупали, будет ссылка. Да, где мы приобретали этот автоклав Малиновка 3. Очень хорошая вещь. Лучше, я хотела сказать, вы меня перебили, что я делала свою тушенку всегда в духовке. Накладывала, ставила. Это нужно всю ночь караулить и вообще, я не знаю, часов 5-6 гонять. И потом еще неизвестно, что получится. А здесь сразу закрывается, сразу все укладывается. И 20 минут выключается и до утра стоит. Остыла, достаем и все. Нет, ну по сути получается, где-то вот, чтобы люди понимали, в течение часа, минут 40, куб, вот этот автоклав, вот этот ящик наш набирает температуру. 20 минут мы готовим и все. И все. 20 минут готовим, выключаем и ложимся спать. И до утра стоит остывание. Да, в принципе, пока он набирает тоже, я хожу, занимаюсь делами, он набирает, я периодически контролирую температуру, чтобы убавить мне плиту газ. Есть специальная книга рецептов, там все аккуратненько написано, все правильно, все закладываете. Делаем любые каши, любые, что там, салаты на зиму, любые заготовки. Делали гречку с мясом, можно сделать с перловкой для рассольника, можно любую супу. С горохом надо попробовать, для горохого супа. Говорят, очень вкусно, с горохом, да, мы смотрели видео, люди уже, кто давно приобрели и с удовольствием пользуются, они уже пишут, что и как хорошо все делается. Главное, горох не надо на ночь замачивать, не надо три дня разваливать его, а прям раз сразу с мясом и все готово, да, особенно вот так вот летом, очень хорошо. То есть все должны посмотреть ссылку под роликом и купить автоклав Малиновка 3.